За проезд в маршрутках в Беларуси можно будет рассчитаться банковской картой. Водители обяжут установить платёжные терминалы. Это предусмотрено постановлением Совета министров, которое официально публиковано на национальном правовом портале. Новшество вступит в силу с 1 ноября следующего года. В Бобруйске готовятся к реконструкции Фондоковского моста. В ближайшее время его ждёт капитальный ремонт. Несколько дорожных знаков уже установлены у въезда по Георгиевскому проспекту в обоих направлениях. Ограничения и предупреждения касаются как водителей, так и пешеходов. Молодым специалистам 2024 провели экскурсию по историческому сердцу города. Юноши и девушки возложили цветы к мемориалу мужества и скорби, а после вдоль и поперёк изучили Бобруйскую крепость. Культурный променад по знаковым местам объединил порядка 70 человек. Научно-технологический парк Инката объявляет о проведении открытого молодёжного конкурса стартап-проектов «Ростки бизнеса». Он нацелен на популяризацию инновационного предпринимательства в регионе. Призовой фонд – 750 тысяч рублей. Заявки принимаются до 31 октября. Динамошинник разгромил соперника из Тулы на выездном матче со счётом 8-0. У россиян, правда, будет шанс отыграться. Реванш 1 октября в 19 часов. В молодёжной хоккейной лиге бобры выступают в западной конференции серебряного дивизиона. Сейчас юные динамовцы занимают первое место в турнирной таблице с 10 играми и 15 очками.